Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю свои краткие видео обзоры перцев, но не настоящих перцев, а пачек. Повторюсь, кто не видел предыдущие мои видеоролики про это, повторюсь, зачем я это делаю. Затем, чтобы новички, начинающие садоводы и огородники, придя в магазин, не растерялись, вот в обилии, вот эти в красочном, яркие, бросаются в глаза всякие желтые, красные перцы, красивые, крупные, чтобы вы выбирали сорта перцев осмысленно. Я рассказывать буду про все сорта, теоретически, буду говорить те, которые росли, свое мнение, а те, которые у меня еще не росли, просто опишу характеристики. И вы потом, придя в магазин, вам уже легче будет осуществить свой выбор. Следующий перец, сорт будет сибирский князь. Этот перец я тоже выращивала. Вот видите, хочу заметить, все сорта очень разные. Первый я описывала винни-пух, это карликовый сорт, который мало урожайный, всего полтора килограмма с метра квадратного, но он вас поразит тем, что он очень скороспелый, и вы не ожидаете, как он быстро сформирует свой кустик и покраснеют плоды. Второй сорт был, полная противоположность, патриция. Он не скороспелый, он не мелкоплодный, а наоборот, очень крупный, очень сочный, очень массивные такие, очень урожайные, до самой осени будет плодоносить. То сибирский князь, он ни к первому не относится, типа, ни ко второму, потому что он и не карликовый, и не мелкоплодный, у него средние плоды, но и не крупный, не такой огромный. Он вот именно вот такой середнячок, который, если про патриция я говорила, что он для фаршировки не очень подходит, туда нужно очень много начинки, они такие, ну, сильно большие. Для одной порции, для одного человека это очень мало, это надо порцию делить на двоих или на троих. То сибирский князь, это как раз тот вариант, который подходит идеально для фарширования. Видите, какие конусовидные плоды, и они очень стандартные, все одинаковые, не бывает такого, что один больше, один меньше, весь куст увешан вот такими плодами. Сибирский князь у меня был, я выращиваю его. Он отличается еще тем, что он адаптирован для северных регионов. И вот, видите, написано, стопроцентная товарность плодов, это как раз про то, что он как штампованный, они все одинаковые. 1, 2, 3, 4, 5, весь куст увешан одинаковыми плодами. Он еще подойдет для тех, кто занимается, например, выращиванием или хочет заняться выращиванием перца для продажи. Стандартные плоды все покупатели любят, потому что с карликового, например, свиньи пуха, ничего вы для торговли не поимеете. Вот такие огромные тоже не всякие купят, потому что у него назначение только салатовое. А, например, сибирский князь, он универсален. Его можно и в салат, его можно и фаршировать. Сейчас, а, еще одно, скороспелый. Сейчас я прочитаю вам его характеристики. Перец «Сладкий сибирский князь». Скороспелый сорт сибирской селекции для открытого грунта и пленочных теплиц. От сходов до первого сбора плодов 106-114 дней. До биологической спелости 124 дня. То есть до покраснения. Растения высокие, полураскидистые, плоды пониклые, удлиненно-конусовидные, мясистые, массой 90-100 грамм. В технической спелости – желтоватые. В биологической – красные, пригодные для кратковременного хранения. Сорт отличается хорошими адаптивными способностями к погодным стрессам. Дружная отдача урожая, стопроцентной товарностью плодов, высокими вкусовыми качествами. Урожайность в грунте до 3 кг с метра квадратного. В необогреваемых пленочных теплицах – 4-5,5 кг. Посев на рассаду в начале марта. Но это я уже дальше не буду читать. Главное, что вы должны знать про перец, сорт перца «Сибирский князь». Скороспелый, поспеет рано. Подходит для холодных регионов. Стандартные плоды, товарность, можно использовать для торговли. Урожайность большая, хорошая. По сравнению с винни-пухом в 1,5 кг на метр, здесь уже она увеличивается до 5,5 кг на метр. Отличается тем, что, например, от этого, этот дает маленькую урожайность, этот большую. У этого плоды огромные, не подходят для фарширования. У этого идеальные, стандартные плоды. Всё, запомните. Сорт «Сибирский князь», холодостойкий, ранний, красивые плоды, стандартные. Хороший сорт. Если захотите такой сорт иметь, увидите в магазине, покупайте. Если в магазинах не найдёте, потом можете когда-нибудь обратиться ко мне, когда решите. Этот сорт я выращиваю много лет тоже. Зарекомендовал себя очень хорошо.